Аэропорт Чанги, он сам является достопримечательностью, поэтому рекомендую приехать туда пораньше и вот ради чего. На самом деле, самое красивое в этом аэропорту начинается в зоне прилета. То есть вы когда только прилетели, чтобы, видимо, вам сразу крышу снести, вот-вот вы оттуда вот вышли с чемоданом и идете тут сразу, орхидеи цветут, пальмы растут. И если пойти на звук падающей воды, то там, блин, водопад. Кстати, вечером, вот видите, тут такие облачка всякие летают, инсталляции такие красивые на Пони Пальм, вечером это все еще и светится. И видите, там народ шумит, там, представляете, есть водопад. Тут совершенно какие-то обалденные вертикальные сады. Ух ты, нифига себе, туда еще наверх можно забраться. На самом деле, что-то похоже на Клауд Порост, который в центре города и у которого вход платный. Это, конечно, крышесносное место и пропустить его и сразу уехать, блин, в город, это просто непростительно. Сюда обязательно нужно прийти и обязательно еще на лифту наверх подняться. Смотрите, как круто. Вот это зона отдыха. С крыши видно, как по крыше скатывается вода и падает вниз водопадом и улетает вот в такую воронку. Офигеть. Сингапур, конечно, умеет удивлять. Это вот просто напротив зоны прилета, как только прилетите. О, там поезд еще ходит. Класс. Напротив зоны прилета, как только прилетите, можно попасть вот сюда, полюбоваться этим водопадом и полюбоваться этими садами. Причем классно, что на самом деле это не просто сады. Все эти сады, они в таких сидушках. Видите, там вот народ сидит и отдыхает. Интересно, куда там вода улетает? А вот сзади, вот там вот сам аэропорт располагается. Блин, я теперь не знаю, я чувствую, что я должен с чемоданом залезть вон туда, вот наверх, на эти мосты. Но я еще не придумал, как это сделать. Вот там вот находится зона прилета. И я не представляю, куча народа просто ловит такси и уезжает в город. А тут такая штука. Строение само называется джевол. И тут вот все в джунглях таких огромных. Водопад посередине, дыра какая-то посередине, куда этот водопад падает. Скамейки вокруг, куча народу потаются. Причем этот водопад, он красивый и днем, красивый и вечером. Он так подсвечивается красиво. Это вообще крыша с нос, конечно. Сразу нужно сказать, что аэропорт большой и здесь несколько терминалов. Поэтому, если вы будете вылетать из аэропорта Чанги и будете заказывать такси в аэропорт, имейте в виду, что здесь несколько терминалов. И вам нужно в билете будет посмотреть, какой у вас терминал, чтобы приехать в правильный терминал. Если прилетаете в этот аэропорт, вам нужно будет идти по значку вот этому и райвал. А если с пересадкой, нужно будет искать значок Light Connections. Если вы не собираетесь пересадку делать, то идете по Arrival, Arrival Immigration или обычно там Baggage Claim написано. Если вы прилетели в Сингапур, именно в Сингапур прилетели, все, выходи здесь, собрались, то вы пойдете вот на такой Arrival Immigration и как раз выйдете. Следующее, что нужно знать про аэропорт Чанги, здесь есть супермаркет, который работает 24 часа в сутки. Отсюда есть Train to the City, это метро до города, это самый простой способ добраться до города. И есть SkyTrain. Это SkyTrain, который ходит между терминалами. В аэропорт и из аэропорта проще всего добраться на метро. Оно протянуто прямо сюда, и это очень хороший способ добраться до города и не сильно потратиться. Прилеты у него располагаются вот тут Arrival на первом этаже, а вылеты на втором этаже. И здесь вот в терминале 1 у нас сразу есть Tax Refund. Он выглядит вот так вот. GST Refund, видите? Это, если вам нужно так свернуть, вам нужно подходить к таким киоскам. В терминале 1, и я предполагаю, в других терминалах что-то подобное, на этаже, вот на втором этаже сами вылеты, а выше, если подняться по эскалатору, есть место, где можно покушать. Здесь есть разная ресторанная еда, и вот в начале, напротив возврата НДС, я видел там фастфудная еда. В каждом терминале есть такая вот взвешивалка. Если хотите взвешивать сумочку, бесплатно эта штука. И оценить, какие красивые часы здесь висят. Омега на стене. Вот видите, тут еда такого ресторанного типа. Вот один, там вот другой ресторанчик. А вот тут написано больше еды. Пойдемте глянем, что там за больше еды. Ух ты, да тут для тех, кто рано в аэропорт приехал и находится еще до паспортного контроля в зоне вылета, здесь достаточно много вариантов, где можно покушать. Ну и если хотите недорого, здесь есть Бургер Кинг. Это какая-то традиционная еда. Да, да, вот рис, яйца, курица. Прямо ихняя тема. Есть небольшой мини-маркет с едой. Чипсы, орешки всякие. Водичка. Булки пекут с кофем. Короче, где подкрепиться, здесь есть. Опять же, если хочется сэкономить, можно взять бутылку и в таких фонтанах воду набирать. Ну или просто из фонтана пить. Они вот такими знаками обозначены. Вообще аэропорт достаточно большой, и как все в Сингапуре, очень чистый. Все прикольно, что так как аэропорт большой, еще и разнесен на несколько терминалов, здесь много места, и вот толкучки как таковой я не встречал. Вот тут вот есть оборачивание сумок. Вот 20 маленький чемоданчик, 38 побольше, 42 еще побольше, и огромный 72. Но если честно, я никогда эту тему не понимал. По-моему, проще один раз купить такой крепкий, мощный чемодан. Вот у меня вот самсонает. Я его в Майами как-то раз купил. Ну, да, он не самый легкий чемодан. Но я его купил, блин, 10 лет назад, представляете? Он у меня уже перенес больше 100 перелетов, и все нормально с ним. И никогда я его никуда не заматывал. Зачем заматывать? Я не понимаю. 72 бакса отдать за заматывание чемодана? Да у меня этот чемодан меньше стоит, чем обмотка. Тут, кстати, в зоне вылета есть несколько магазинов. Ну, такие мелочевка тревельная. Шоколадку можно купить, водичку можно купить за 2 доллара. Книжки какие-то, если вы читаете на английском. Вот такие. В каждом аэропорту такие магазины есть. Вот эта штука не очень заметна, но вот за зоной вылета, за вот стойками регистрации, если вот сюда внутрь пройти, здесь есть обмен валюты. Поэтому, если у вас валюта осталась, здесь можно поменять. Дома вы сингапурские доллары вряд ли где-нибудь поменяете. Так, что еще тут интересного в зоне вылета есть? О, есть фотозона. Есть вот такая фотозона еще с великом. И с цветами. Вот, даже настоящими. Причем, как Сингапур сам зеленый, тут в аэропорту тоже встречается достаточно много зелени насаженной. Кстати, за этим водопадом располагается вполне себе большой торговый центр. Здесь огромная куча магазинов, огромная куча мест, где можно отдохнуть. Вполне себе самостоятельный торговый центр. Такого в аэропортах я не видел. Обычно после выхода из зоны прилета ну, как бы, ничего особенного нет. А здесь вот есть вот такие вот зоны отдыха. И торговый центр с кафешками совсем, ощущение полное, что я по торговому центру хожу. На самом деле, тут есть вот такой лифт, и на нем можно наверх подняться и походить еще все это посмотреть. Потому что с чемоданом, пешком, я бы, естественно, задолбался лезть. Блин, как это красиво! Сингапурцы молодцы! Причем фонтан, вот этот вот водопад, он посередине, и вокруг еще небольшие водопадики стекают. И везде можно сидеть, отдохнуть. Вот народ отдыхает, фотографируется. Ну, да, наверное, это самое удивительное, что я видел в аэропорту. Кстати, вот там вот-то, за фонтаном, вот там вот-то, я вижу веревочный парк для детей. Офигеть! Вот это реально круто! Тут, кстати, есть места, где в кафе можно напротив водопада посидеть. Сфига себе! Смотрите, как вода стекает с крыши красиво! На лифтах, которые здесь ходят, можно подняться наверх и посмотреть, посмотреть этот водопад с большой-большой-большой высоты. Он, конечно, потрясающе смотрится. И определенно, это прям обязательно нужно сюда зайти, если вы будете в аэропорту. И если у вас есть время, мне кажется, что очень классно посидеть на одной из вот лавочек, которые здесь есть, чтобы отдохнуть перед перелетом. Мимо фонтана проходят поезда, которые идут из терминала в терминал. Смотрится это совершенно крышесносно! Выглядит скайтрейн, который ходит между терминалами. Вообще, в аэропорту Чанги несколько терминалов. Они расположены вот так вот по кругу. Терминал 1, 3, 2 и 4. И нужно на такси приехать в правильный терминал. Обязательно. Кстати, если хотите прокатиться мимо водопада, вам нужно поехать на скайтрейне между терминалами. Вам нужно на скайтрейне поехать из терминала 2 в терминал 3. И вот именно это та ветка скайтрейна, которая ходит между терминалами, которая проедет как раз через Джевел. Ух ты, мы в него сейчас как раз въезжаем. Обалдеть! Еще солнце так выглянуло. Обалдеть! Такой водопадщик! Короче, только ради этого стоит прокатиться на скайтрейне. Ну а теперь отлипну от водопада и пойду погуляю по аэропорту и покажу заодно вам, что тут есть. Тут есть, кстати, отель. 235 баксов стоит. Недешево. Я так понимаю, это как раз капсульный отель. Видите, весь такой космический. Вот роботы стоят. Вот сразу видно, что Азия. Подвесили, значит, такой типа камень. Все. Уже нормально. Искусство, значит. Еще здесь интересно, вокруг водопада есть вот такая вот штука. Это автоматический обменник валюты. Я никогда такого не видел. Вот первый раз увидел в аэропорту. А еще, представляете, здесь есть тануки. Это для тех москвичей, которые будут скучать по тануке. Вот тануки здесь есть. Только это не тануки, суши-бар, а такая кафешечка с пивком. Вот меню. Так, что происходит? Жесть. Я лечу Эмиратами. Эмирейтс. И здесь нет человека на чекине. А я с пересадки лечу. Как бы мой багаж ни туда не улетел. Здесь вот такие вот машины. Вот такие вот. Они печатают бординг-пассы. А человека нет. Поэтому, поэтому немножко как-то это все волнительно. Сейчас главное, чтобы моя сумка улетела в нужном направлении. Так. Ну ладно. Тут вроде помощник есть. Тут мужик мне помочь решил. Потому что я что-то сам очкаю. Так, сканируем паспорт. В Москву? В Москву. Один обратно в Чекине? Чекине и мой багаж должен летать в Москву. Да. Так, один обратно в Чекине? Один обратно в Чекине, да. А, окей. Он так, короче, все быстро сделал. Я вообще не успел даже понять, что он делает. Надеюсь, он правильно все сделал. Ну, посмотрите, там на теге написано «Москва». Короче, тут подскочил какой-то мужичок, по-быстрому он мне помог. Напечатал мне сначала багажный талончик, потом напечатал мне сами билеты. Вообще удивительно, я никогда такого не видел. А теперь вот там вот сумки сдают. Надо туда просто, как сказали, а просто брось туда сумку. Да, что с ней случится, правильно? Блин, ну ладно. Ладно, сейчас попробуем. Пока-пока. Что я должен сделать? Попробуй на Эмерис. Эмерис? Окей. Это Камбрия. Ага. Что-то, что-то там. Ага. Очень быстро. Какой? Дубай. Дубай. Скандалбасс. Парккурд здесь? Ага. Мой паспорт? А, мой паспорт. Окей. Вот все, уехал мой чемоданчик. Короче, отсканировал здесь билет. Отсканировал. Так, что-то он мне печатает. Блин. Что-то как-то даже волнительно, когда моя сумка уехала. Короче, так багаж я еще никогда не сдавал. Но, надеюсь, это видео может кому-нибудь поможет понять, как это делается. Если там не будет ассистента, который подскажет. А если будут ассистенты, я всем рекомендую все-таки спросить у ассистента. Потому что, блин, ну какая-то такая процедура, непривычно. Кстати, в аэропорту Чанги остальные рейсы вроде по-нормальному садятся. Чтобы пойти на вылет, вам нужно идти по значку депарча. И далее будет стандартно. Паспортный контроль, секьюрити чек и все такое. В общем, в аэропорту Чанги все автоматизировано. Паспортный контроль тоже автоматизирован. Все, что вам нужно сделать. Вот видите, вот эти ряды. Я стараюсь просто людей сильно не снимать. Вот эти вот ряды штук таких. Туда нужно вначале сунуть паспорт. И все. И он тебя по паспорту пропускает сюда. И мы попадаем в зону Диди Фри. Сразу, когда паспортный контроль пройдете, у вас будет вот такая табличка. И вот тут вот будет GST Refund. Это возврат НДС. Longes. Это бизнес-лонжи пойти. И сверху, вот видите, это номера гейтов. Нужно найти номер своего гейта. И поспешить найти его ножками. По вот этим значкам здесь есть комната для курения. Вот видите, Smoking Area. Вот это вот как бы комната для курения. Пришел в зону Диди Фри аэропорта Чанги. Я вот снаружи зашел, а вы сюда попадете, если у вас будет пересадка. И будете идти по значкам Flight Connections. Да, кстати, если прилетите, как всегда, значок Flight Connections, это вам на пересадку идти. Если вы на Баллину какую-нибудь летите через Сингапур. А значок Baggage Reclaim или Exit to the City, или что-нибудь в этом роде, это выход наружу. Но обычно по Baggage Reclaim идешь и наружу попадаешь. Сейчас пошли прогуляемся по самому аэропорту. Покажу, что здесь в зоне Дьюти Фри есть. Прикольно, что на полу ковер. Из-за этого тихо. Народ, который ходит, тихо ходит в итоге. Тут даже вот магазин Тиффани есть, кому интересно. Естественно, первым делом, как пришли в аэропорт, надо найти свой гейт, вот на таком вот табло. И по табличкам, там А, Б, С, идти к своему гейту. Как только вы его знаете, потому что на самом деле это первое правило. Приехал в аэропорт, надо гейт первым делом найти, ножками найти. Не просто глазами найти, что вот, я видел указатель. Указатель может быть, но может до него минут 20 идти. Когда ногами до гейта дойдете, вы будете уже сами помнить, где он находится. И потом уже оттуда гулять везде. С гейта С-23, вот я его нашел, С-23. И, соответственно, в сторону С-23 нужно двигаться. В аэропорту пространства много. Это хорошо. А зона-то С-23 оказалась рядышком. Так как я быстро нашел свою зону вылета, то я уже могу пойти погулять. С алкоголем, кстати, здесь в Сингапуре туго. Он у них такой, запрещеночка практически. В общем, дорого он тут стоит. Поэтому, скорее всего, здесь алкоголь будет стоить дорого. Пойдемте, кстати, глянем. Интересно. Гаванна Клуб здесь... Сколько здесь? 0,7 литров. Она стоит 51 сингапурский доллар. По-моему, в Москве подешевле будет. Я как бы не то чтобы часто алкоголь покупаю, поэтому... Ну, по-моему, она дешевле у нас, да? Возврат НДС. Китайская едальная. И подуэкспресс. И большой магазин с детскими такими, совсем детскими игрушками. Коль на Старбакс нашел. Сумок. Но вообще, на самом деле, про шопинг здесь вообще в Сингапуре, наверное, это не то место, где надо шопиться. Здесь обычно все дороже, чем даже у нас. Даже в текущей ситуации. Вот этот магазин Фенди. Здесь даже комната для молитвы, еда 24 часа, ресторан наверху есть. И есть бизнес-лонжи. Кстати, про бизнес-лонжи сделаю отдельное видео. В бизнес-лонжи, вот приорити-пассажи больше нет, а туда теперь можно попадать. Банки вместо приорити-пасса выдают теперь какую-то специальную карточку мир. Мне ее тоже в банке дали. И по ней, в общем, ты получаешь некий QR-код, и по ней можно попадать в бизнес-лонжи не только в Москве, но и, представляете, в таких аэропортах, как Сингапур. Вот это вообще ни разу неожиданно. Вот, короче, если интересно будет, как по этой новой карточке попадать в бизнес-лонжи, сверху сейчас ссылка на видео будет. Я в бизнес-лонж, поэтому QR-кода от этого мира, от карты мир сходил. Твимин-пул? Это что вообще такое? Там что, бассейн? Аэро-отель. Короче, тут аэро-отель есть и 2 часа. О, 6 часов стоит 235, а 12 часов 345 что ли стоит. Как-то так. Что это такое? Аэробар-пул. Так. Что такое аэробар? Обалдеть. Офигеть. Здесь бар с бассейном. Вот такого в аэропорту когда-нибудь видели? Бар с бассейном. Обалдеть. Короче, аэропорт Сингапура меня нещадно удивляет. Барчики с бассейном тут есть. А, даже у тех, кто купальники забыл, можно купить. Сингапур, Сингапур. Странный аэропорт. Да, причем этот бассейн, он находится, имейте в виду, в зоне дьюти-фри. Ну и что, наверное, чтобы сэкономить, можно пойти возле бассейна поспать. Не в отеле спать, а возле бассейна. Туда вход такой бесплатный. Пришел, взял колотер и дрыхнешь на лежаке. Здесь есть Каракси Эксчендж, так что можно валюту и здесь поменять. И, внимание, прикол. Здесь в зоне дьюти-фри. Вот там вот за углом. Смотрите, 24 мини-маркет. 24 часа. Там 7-11 есть. То есть здесь можно в 7-11 обычный такой супермаркет азиатский посреди аэропорта сходить. Это классно. Здесь есть большой фудкорт. Причем написано, он 24 часа в сутки работает. Так что даже если пересадка у вас тут посреди ночи, фудкорт есть. И тут же, где фудкорт, вот там как раз бизнес-лонжи находится. Если вы в них пойдете. Причем в фудкорте есть как ресторанного типа заведения. Так и есть типа быстрой еды, такие сабвэй всякие. Смотрите, здесь вот есть место, называется Chicken Rice. Смотрите, здесь вот, здесь порция стоит в районе 7 долларов. Вообще нормально. Это прям недорого. Вот тут вот тоже 6,50, смотрите. Это даже удивительно, потому что по сингапурским меркам это примерно столько, сколько стоит еда в обычной кафешке на улице в Сингапуре. Ну, в такой недорогой. Так что цены на еду в аэропорту здесь совсем не заоблачные. Это приятно. Передо мной стоит огромный самолет, аэробус А380-800. Я на нем полечу сейчас из Сингапура в Дубай. Я на нем уже летал. Это на самом деле самый-самый обалденный самолет, который я знаю, на котором можно летать. Я и на первом, и на втором этаже летал. На втором как-то интереснее, потому что необычно. На самом деле на первом тоже очень классно. В некоторых самолетах эконом бывает и на первом, и на втором этаже, а в некоторых самолетах эконом только на первом этаже. Но полет на нем, на самом деле, это классно. Тут, кстати, есть достаточно большой магазин с электроникой. Вот в Стамбульском аэропорту, например, его нету. Вот гармины стоят. Ну, для сравнения, сколько здесь стоит какой-нибудь Эпикс? Эпикс здесь стоит 1400, блин, баксов. А Феникс 7? Феникс 7 стоит 1300 сингапурских баксов. Короче, так-то электроника здесь сильно дороже, чем в том же Дубае. Магазин iStudio тут еще есть в аэропорту. Есть прикольный магазин с часами. Магазин с игрушками. Представляете, тут в аэропорту даже и Юникло магазин есть. Кому надо пошопиться, можно пошопиться. Но сразу предупреждаю, ценник тут больше, чем обычный. Прямо если не в Моготу, да, нормально. Но вообще он высокий. Если не знаете, что делать, в аэропортах всегда вот такой стоечки, информейшн надо идти. Там вам будут пытаться помочь. Но по-русски они вряд ли говорят, вам нужно будет знать английский. Ну или, если не знаете английский, будете размахивать своим билетом, жестами. Короче, все возможно. Главное пытаться. Надеюсь, показал вам основные места, которые здесь есть, в аэропорту Сингапура. Будут вопросы, пишите. Хороших всем полетов и хороших путешествий. Пока.